Мы часто говорим, что вообще нет ничего страшного в том, если вы говорите на английском языке с акцентом. Например, если вы будете в Нью-Йорке, вы сами поймете, что там акцент у всех прям разный. Так что нечего стесняться, никто там не стесняется, вам не надо. Короче, не нужно париться, don't sweat it. Но все же, если вы хотите более чистую речь, то, естественно, нужно тренировать произношение звуков. Сегодня я предлагаю начать с самых азов. Конечно же, это звуки т и д. В русском языке, конечно, нет подобных звуков т и д. И, естественно, если вы уже начинаете учить английский язык во взрослом возрасте, то возникают сложности здесь. Ведь основным звуком нас учат в самом детстве. Но это еще сложнее, если вы уже говорите на английском языке, но при этом вы произносите эти звуки т и д на русский манер. То есть это получается з и с. Нам всем понятно, что переучиваться наш мозг совсем не любит. Если вы уже переросли уровень бигена, но не знаете сейчас, на каком уровне вы находитесь, то у нас в Skyeng есть отличный тест на определение уровня языка. Он не займет много времени, а по окончанию этого теста вы получите классный подарок. Ссылка будет в описании, обязательно проходите. Давайте сначала разберемся с техникой. Воздух, который мы выдыхаем во время речи, это как вода из шланга. Если прислонить палец, например, вот здесь, то струя воды потечет иначе. И то же самое получается с воздухом. Вот, допустим, если я сейчас, например, создам препятствие в виде языка, то не только измерится направление воздуха, но и все произношение звуков. Понимаете? При произнесении звуков д и с, язык распластан и не напряжен. Кончик языка, он должен находиться между зубами. Вроде вот так. Не весь язык, кончик. Еще помните, что губы не должны касаться краев языка. И дальше вы быстро убираете язык за зубы, то есть, чтобы не мешать произносению последующего звука. То есть, начало, кончик, миф, лбами, а потом, вот, как, не знаю, змея или ящерица. Как я вам уже говорил, очень сложно на самом деле контролировать произношение этих звуков в каждом слове, если вы уже привыкли к другому подходу. Поэтому для тренировки можно использовать песни, при этом на русском, не на английском. Странно звучит, конечно, но я советую вам попробовать. Обязательно это вам поможет. Вспомните любую русскую песню и замените в ней все звуки с, з, ж и ш на, з и с. Это как будто вы, конечно, передразниваете исполнителя, но я вот решил поиздеваться над Леонидом Агутиновым, потому что он классный чувак вообще. Я это неправильно произнес, Агутиновым... Агутинов! Это довольно неловко, как вы только что увидели произнесение его фамилии, но все равно будет круто. Поддержите лайком под этим видео. Я обожаю эту песню. Несная боли, несная слез, Он йона не в неволе ушибов этих роз, Аэропорты и города. Он проплывал, не зная, Собирая... О, нет. Собирая... Сердце... Лиз... Кусочки... Льда... 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 Кусочки... 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 Кусочки льда... Собирая... Собирая... Кусочки... Льда... Я надеюсь, он не накнется на это. Вы знаете эту песню, конечно, поэтому здесь странные выдуманные звуки будут особенно выделяться. Таким образом, вы приучите свой язык к новым положениям во рту. А уже потом, когда привыкнете, можно и лучше даже брать английский текст. Например, есть специальные тренировочные скороговорки. Ой, это больно. Стрёмно немного звучит. А ещё вы можете взять похожие слова и посмотреть, как они изменятся от звуков the и the. Главное в этом деле не сдаваться. Немного терпения и вы уже не будете замечать, как вы правильно произносите все эти звуки. А если вы хотите узнать больше о произношении, то 28 июня у меня будет целый вебинар на эту тему. Поэтому обязательно записывайте, это точно будет не скучно. Ещё, я надеюсь, будет полезно и образовательно. Пишите, пожалуйста, в комментах, какие ещё звуки нам нужно разобрать. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие образовательные выпуски. С вами сегодня был Сэр Жора и онлайн-школа английского языка Skyeng. See you in a bit.